народ всем привет давненько я уже не делал никакие обзоры значит сегодня будет обзор на автобус газель next 17 местные то есть 16 пассажирских мест плюс 1 водительская этот автобус слева у нас 2019 года куплен в августе 2019 этот автобус 2024 года куплен в августе 2024 то есть разница между этими автобусами 5 лет и в этом ролике вам покажу что за эти пять лет изменилось чем они отличаются и полностью покажу вот этот новенький автобус не обращаем внимание на дырки где должны стоять против туманочки через пару дней не будут установлены просто подготовку всю сделали все но туманки приехали не те поэтому нам отправят туманочки мы туманки установим значит чё давайте друзья вкратце вот этот 2019 года автобус пробег на нем около восьмидесяти тысяч километров веса здесь камин с 2 и 8 сейчас мы посмотрим какие вообще были проблемы по коробке по двигателю в принципе проблем не было никаких правда за вот этот коротенький срок уже было заменен один раз комплект сцепления это их не болезнь здесь маховик кстати стоит 1 массовые машина тяжелая автобус тяжелый он весит где-то 4 200 и сцепление не выдерживает и она корзину разрывает и вот мы тоже уже один раз сцепление заменили давайте значит касаемо кузова кстати по кузову проблем нет никаких но когда мы покупали этот автобус мы делали антикоррозивную обработку ставили подкрылки брызговики возможно это и помогло сохранить кузов данного автомобиля по кузову здесь есть сейчас покажу какие нюансы так это не на не с этой стороны настой вот здесь немного спучилась краска все вот это вот единственная проблема кузова данного автобуса а так за пять лет кузов сохранился просто в идеальном состоянии подкрылки были установлены как спереди так и сзади с брызговиками брызговики стать вот это вот заводские они так и базе идут совсем недавно приобрели на него новый комплект резины китайской ляо размер кстати здесь 185 75 на 16 цешка по подвеске по моему вообще не делали ничего но если делали то может какую-то там мелочь тормоза тоже слабое место данного автобуса автобус тяжелый и здесь перегреются значит тормозные диски передние его начинают на скорости колбасить даже сейчас его когда ты едешь нажимаешь на тормоза его под колбашу ну и вот уже пришла необходимость поменять тормозные барабаны что будет также сделано ближайшее время мотор друзья каменс 2 и 8 150 лошадиных сил это евро 5 за стоит сажевый фильтр это еще кстати один я считаю экология то плюс а вот по работе двигателя это минус потому что он постоянно блин просит прожига и так как машина уже не гарантийно его надо либо урезать и перепрошивать либо так и есть значит значит что здесь в заводе уже в базе установлены либо 100 на подогрев антифриза хорошая вещь стоит сейчас вам покажу таймер управления более я с этим сегодня снимаю круче вот таймер вот здесь он расположен и можно делать три интервала чтобы за сутки она автоматически включалась три раза классная вещь и реального мороза помогает давайте с вами запустим этот мотор и послушаем как он звучит так запускаю вот так он работает смотрите средний расход 11 с половиной литров на 100 километров телефон перегрется значит слева у нас передние стеклоподъемники электрорегулировки зеркал нету найдет только максимальной комплектации руль здесь вот такой это водитель уже обшивал какой-то фигней которая уже стерлась на руле у нас управление магнитолой плюс минус и треки листать здесь управление дворниками все стандартно это управление вебаста как я говорю подогрев передних зеркал хорошая вещь значит друзья по кнопкам это у нас включение вебасты то есть включаем вебаста помимо таймера еще можно и на ходу включать включили вебаста начинает играть антифриз печка лучше работает печки 2 1 спереди 2 сзади вот ее регулировочки но это эроглонас кондиционера в этой комплектации нет дальше это прожиг сажевого фильтра это свет в салоне нажимаем такая здесь подсветка светодиодная и вот эта классная вещь это блокировка заднего моста мультимедиа здесь 21 обычно магнитола радио флешка можно сиди ставить флешку можно ставить юсб навигации здесь но она есть но я надо тоже как-то устанавливать есть здесь вот такой перчаточный ящик знаете ой бардачок по ящичками по прочим покажу лучше в новом автомобиле потому что там работает кондиционер там не греется телефон но там абсолютно все то же самое значит вообще по панели сделано неплохо нам скажу что за пять лет практически ничего не поменялось я вам потом покажу сверху здесь у нас вот так же выглядит здесь в плафонах также светодиодная подсветка козырьки без каких-либо зеркалом даже даже больше скажу что здесь зеркала нету водитель сам здесь вешал зеркала вот это у нас сейчас просто от жары отвалилась и на самом деле это просто печально почему завода здесь не идет зеркало чтобы ты наблюдал за задними пассажирами это конечно неправильно так давайте по салону посмотрим здесь должна выезжать вот эта подножка но здесь уже привод накрылся включил глючу и полностью вышел из строя значит салоне стоишь в полный рост сиденье сделаны из такого дермантина это с одной стороны минус то есть зимой на не холодно летом жарко конечно потому что здесь в этом автобусе нет кондиционера но плюс что их легко мыть то есть взял влажными тряпками протер и все чисто дальше что друзья есть здесь форточки вот такие вот боковые прикольные и есть люк вот такой он открывается в двух плоскостях здесь стоит вот такая вот полка обычно сюда ставят кондиционер в новом автобусе уже этой полки сверху нет вот так сидение никак не регулируется подлокотники есть только на этом сидении но вообще сидеть в принципе нормально место для колен хватает в общем обычный салон автобуса напомню что мест 16 для сидения пассажиру и 17 это водители вот здесь можно это наблюдать короче друзья чем показал в принципе за пять лет эксплуатации нормально еще живой автобус даже поручень есть пошлите смотреть новый автобус так давайте теперь друзья по новому автобусу значит автобус в принципе комплектация такая же как в этом автобусе только здесь уже в базе шелк кондиционер на моторе который основной плюс дополнительно в данном автобусе установлена сигнализация то есть нам вообще она нужна была для того чтобы просто закрывать открывать автомобиль никакие релюшки мы не стали вашему живем на самой безопасной стране мира поэтому нас чисто открыть и закрыть и открыть и плюс сигнал к шел такой вот выкидной ключик там есть сердцевинка можно сделать и потом можно пользоваться данным ключом прочнем тоже есть кнопки работать закрыть и открыть все короче нормалек данном автобусе тоже произведена произведена антикоррозийная обработка с установкой брызговиков подкрылков резина здесь стоит кардиант кардиан бизнес профиль такого же 185 а здесь уже 75 на 16 в принципе там точно такой вид данный автобус конечно придают шторки это тоже была дополнительная опция на эти шторки устанавливали и также видите сверху там тоже дополнительно установлен кондиционер давайте смотреть место водителя дверная карта точно такая как в том автобусе еще дубовая все такое болтающиеся то есть каком-то там супер качестве говорить не стоит ну и рассчитывая на то что вы купите газели это будет а mercedes принтер конечно тоже не надо здесь тоже нет электрических стекла электрической регулировки зеркал только есть электрической стеклоподъемники двух передних стекол сидение регулируется в различных плоскостях по высоте спинка регулируется и вперед-назад в принципе все стандартно на сиденье водителя имеется подлокотник если купить максимальную комплектацию данного автобуса будет еще регулировка зеркал подогрева водительского сидения и передняя против туманки но мы их уже установили это можно наблюдать вот этому блоку без передних ptf он идет без вот этой кнопки мы же уже поменяли осталось только ptf ки ставить что будет и сделано ближайшее время руль видоизменился давайте садимся на место водителя вот такой у нас руль он уже якобы кожаный регулировка музыки переехала там было две кнопки здесь две кнопки здесь здесь же переехала все на правую сторону этим барашком у нас регулируется громкость и переключение треков давайте с вами запустим моторчик а то в автомобиле очень жарко а мы запустим включим кондиционер потому что у меня телефон перегрется щиток приборов другой уже можно это наблюдать стать еще на телефоне бегают пиктограммки хотя на самом деле не бегают то есть вы не подумайте вот это что у вас сейчас бегает ни черта у меня все это нормально горит просто на щитке приборов так запускаем нормально легко запускается давайте в нем посмотрим средний расход топлива пробег у нас маленький так вот 15 6 литров на 100 километров ну понятное дело у него пробег еще только 378 километров надо конечно же пройти обкатку прикатать его а потом уже говорить о каком-то расходу так значит здесь также управление поворотами и дальние с дальним светом фар и плюс кнопка круиз-контроля здесь дворники здесь управление вебастой то есть видите что вот этот под джойстику видоизменился здесь подогрев задних зеркал здесь же слышно задняя печка здесь управление передней печкой все то же самое только появилась кнопочка кондиционера здесь также сос аэроглонас и по кнопкам вот это боковая сдвижная дверь нажимаем и у нас боковая дверь открывается нажимаем ее обратно закрывается это дополнительная опция это у нас также включение вебасты и это задний цвет салона все то же самое как в прошлой газете нет здесь прожига сажевого фильтра и вот большой большой минус именно этой газели нет блокировки заднего моста потому что временно блокировка заднего моста вернее мосты с блокировкой на автобус газельных не устанавливается не знаю возможно из-за санкции возможно еще чего-то здесь бардачок классный удобный здесь есть бардачок я так понимаю что рацию можно ставить здесь есть классные подстаканники здесь есть такие карманы здесь есть подстаканники пепельницу кто-то с этого автобуса с кому не сделал смотрите здесь есть вот такой вот отсек здесь у нас есть розеточка это даже не знаю что какая-то заглушка крутится здесь есть вот такой бардачок здесь есть бардачок это идет утепление морды на зиму сразу комплекте и там точно так подстаканник и здесь значит стоит управление светом а здесь такая выемка есть телефон там можно ложиться удобно кстати сделано и там же есть также ниши для пепельницы которые у нас нет вот так работает мотор мотор здесь уже 2 и 5 тоже 150 лошадей это мотор российский я так понял смотрите здесь устанавливать дополнительный кондиционер вот так вот болтается валяется здесь надо стяжками дорабатывать также из минусов заметили с этой трубки вот она с этой холодная собирается конденсат капает прямо на форсунку то есть это надо переделывать топливный фильтр в этом автобусе находится уже здесь и просто также находится там у меня вот прикольнуло вот эти вот провода массы интересно сделано сейчас фокусируется или нет видно вам не видно оттали новый автобус то есть вон они пятна от грязных пальцев вот вот блин отношения на самом деле это такое идиотское здесь у нас огнетушитель здесь у нас бардачок надо двумя руками здесь значит вот такой вот бардачок где хранится крюк ключ и домкрат бутылочкой я что-то не посмотрел на со стороны водителя вроде тоже должен быть такой ящик устал не стал все теперь стал спереди два пассажирских места как и в предыдущем автобусе кондер работает очень хорошо ручка здесь уже пластиковая там металлическая смотрите тоже он пятна пипец уже в салон у нас из автоматической двери не попадешь стоит такая заглушка прикручены обычными саморезами но о том что нефиг тут что-то искать и дергать указывает наклейка что дверь автомат клеили эту наклейку я им хотел руки подбивать он прямо вот этим грязными мазутными руками и и клеем на тут себя в пузырях это просто друзья это просто полный трэш давайте откроем салон автомобиля нажимаем опять таки эту кнопочку все открывается и подможка здесь работает заходить заходи салон намного удобнее здесь работает подсветочка потом она тоже работала когда автобус был новый и вот такой здесь салон кнопка стоп давайте с вами закроем эту заднюю дверь смотрите не тут это сверху уже полки которую постоянно бились головой то есть она вот была прямо до сюда здесь стоит динамики чтобы был звук для задних пассажиров это стоит я так понимаю когда нажимаешь вот эту кнопочку требования об остановке вот она светится и у водителя на щитке приборов тоже на загорается пускай вот это друзья управление задним кондиционером то есть это у нас холод больше меньше вот она видно стоит на максимуме это оборотов мы включаем она начинала начинает светиться еще включили задний кондиционер также здесь есть люк в принципе по салону все то же самое как и в предыдущем автобусе только есть электропривод и есть кондиционер задний конечно же теперь пассажирам будет ехать намного комфортнее это не может не радовать тоже я отстаю стою в полный рост вот все окей сиденье абсолютно все точно такие из кожзама все они еще пока в чехла здесь есть аварийный выход если надо нашим ручку тянем и автобуса вылазь все стандартно открывается на две стороны на самом деле удобно сидеть в принципе нормально особенно этой ноге ничего здесь по углу наклона не регулируется на шторке это хорошая вещь потому что хотели мы шторки реально неважно не буду вам показывать как они установлены докапываться уже до октябрьского пойдет смотрите тоже вот интересно он щель имеется здесь а где-то видел щель сейчас покажу вон там щель блин ну конечно так знаете качество вообще трындец здесь почему-то шторка так вот сделаем красиво было на самом деле вот даже мы когда раньше гоняли хмельницкий ну то есть у нас постоянно были микроутобусом скажу что шторки всегда микроутобусу придают классный вид здесь закроем то есть со шторками в салоне намного намного удобнее комфортнее не так светит солнце то есть это уже не аквариума уютный салон автомобиля тоже салон здесь разбирался все из установку этого кондиционера пистоны не знаю насколько их конечно хватит потому что все это разбиралась еще она на данный момент хлипенького смотрите это конечно печаль слезы и печаль и вот смотрите еще какая разница по сравнению с тем автобусом здесь почему-то это 16 мест сидячих и 6 как правильно выразиться тех кто будет стоять там напомню было только одно такое место подсветки давайте с вами включим подсветку салона подсветки здесь реально хватает тоже интересно сделано почему вот например не среди но когда ты дверь открываешь автоматическую чтоб салон автоматически ну подсветка не включалась тоже конечно интересно здесь по дефлекторам и шиш тут можно регулировать в разные стороны направления то есть если сделать так будет лупить как раз вот здесь в голову затылки поэтому лучше сделать вот так все и пусть сама себе холодильник вот это это просто болен для автобуса для эксплуатации это жирный жирный плюс на хера себе тучили офигеть и ну прям светится и здесь все интересно ну чё идем дальше выключаем свет открываем нашу дверь закрываем нашу дверь прикольно прикольно здесь кстати на дверной карте никаких карманов нету возможно они устанавливаются здесь не знаю говорить не буду дали нам в подарок коврики баллон мавили пустая что-то и рамки для вас номер вот такая была установлена сигнализация альфа это документы вроде еще здесь подкрылочки установлены тоже все четенько резина идет кстати м плюс с то есть вот маркировочка м плюс с снег и грязь а здесь подкрылки видите как сделаны то есть туда все равно грязь залетает он на рессор здесь туда уже все закрыто то есть получше подкрылки подножки в принципе что в этой что в этой одинаковы ну согласитесь что вид вот этому автобусу белому придают шторки но и на самом деле когда мы покупали что-то как-то я сразу скептически относился к белому свету я вот блин что свою машину когда покупал думал белое-белое и автобус когда тоже выбирали тоже белое-белое сейчас смотрю блин ну в реально вот она и вид имеет беленькая и классно но мне например нравится да когда барит выключаешь вот эти вот фонари тоже светится вот не знаю повороты есть включить светится или нет давайте попробуем варенщика у нас светится тогда включаешь габариты теперь светит так здесь тоже есть карман давайте посмотрим что это здесь в этом кармане здесь пусто так кто-то мне звонил короче здесь тоже есть карман но у него правда пусто так салоне конечно из-за кондиционера очень-очень приятно магнитолка у нас значит чё тут управление телефоном есть можно по bluetooth соединяться медиа это у нас газ группа это у нас флешка так радио тоже понятно это так понимаю отключать они подсветка да можно делать ярче тусклее и полностью врубать меню вот радио bluetooth cd usb п-link соединение так понимаю настройки навигация ну навигация антенны на нету поэтому навигация у нас давить не работает нормально такая магнитолка и даже кстати фёдорович по моему ездит и клипы даже иногда слушает но смотрит ну-ка юсб сейчас посмотрим если у него тут клипы есть нету и наверно клипов нету я знаю что над на той магнитолке он включал и клипы у него работали так вырубаем на эту кнопку вот мы друзья забыл еще самое главное сказать обновился щиток приборов он здесь реально стал более такой современный хотя мне по мне так вот спорно вот эти вот штуки в той газельки мне даже больше нравилось стрелочные указатели слева тахометр также зеленая зона от полутора до двух 500 на 2 400 если бы точнее 1600 до 2 400 но напомню что здесь коробка короткая и спидометр справа так что у нас светится это светится у нас дверь открыта а какая у нас дверь открыта интересно это открыто моя что нет моя закрыта сними мне все равно пишет что дверь открыта к дверь открыта задняя была дверь открыта так все вот такой в принципе у нас обзорчик давайте заднюю кондерку выключаем все вот она гаснет у нас хорошая вещь классная вещь на здесь стать тоже светодиодный фонарь плафон поехали ставить на стоянку автобусик а кстати сейчас еще вам нарезку вставлю в движении как ведет себя этот автобус и как ведет себя автобус коробки вот реально не хватает разгоняешься вот до 90 я уже все тахометр выходит из зеленой зоны обороты вот 90 это у нас две с половиной тысячи оборотов и уже чуть выше зеленой зоны то есть это будет уже расход повышенный динамика так себе будет хотеть сколько весит тяжеленная маят 4 лет а что это тяжелее а чё так а круиз если включаешь а и вот пиктограммка загорается все едем на круиз до 80 для нее это самая комфортная скорость и так управляет хорошо и тормоза хорош так теперь на старом газа или на старом он явно тяговите и он явно поскоростнее вот едем 90 где-то 2 300 оборота 2 300 и при этом еще находится в зеленой зоне тут уже все уходил из зеленой зоны а если сотню ну и разгоняется он конечно получше вот сотня это где-то 2 600 оборотов нормально он произведет однозначно этого нового автобуса но тормоза у него менее такие чувствительные более они такие ватные здесь разворачиваемся о бляха вот это он у тебя колбасится да при торможении диски надо менять тормозные не выдерживает тормозная система машина тяжелая на 4 200 особенно вот когда турбина срабатывает вообще неплохо ускоряется да для автобуса что могу сказать по тормозам этот автобус лучше по тяговитости кстати тяговитость вот в этом моторе по моему 330 ньютонов в том вроде что-то около 350-360 но тут мотор тяговито и он наверно мост или коробка более скоростные чем этот но на этом тоже приятно ехать да все дребезжит конечно все барабанит но что удивляться такое качество это светится что пикторамка это то что у нас работают ходовые огни они работают тогда когда снимаешь автобус с ручника вот сценичек мой стоит да блин друзья 33 градуса жарко капец на улице даже вот я снимал вот этот ролик я периодически ходил эту белую газельку новую ставил телефон на дефлектор и его охлаждал потому что он перегревался начинали кадры потрясать не знаю как там снял как по качеству вышло обзорчик с меня конечно так себе я вам не автоэксперт просто вот показал вам сравнение двух автобусов пятилетнего и нового что за пять лет поменялось да ни хрена не поменялось ушел нормальный мост я так понимаю вот из-за чего она медленнее едет это скорее всего этот мост не такой скоростной как в голубой плюс голубой мост с блокировкой тоже бывает зимой но реально выручает в этом конечно плюс наверное то что не барабаны сзади а суппорта потом мотор голубой более тяговитый этот камень с 2.8 в этом 2.5 вроде тоже те же 150 лошадей но он не такой тяговитый хотя возможно после обкатки что-то поменяется но плюс белой газели большой это в кондиционере вот это реально огромнейший ее плюс ну и вот 85 это для нее крейсерская скорость на круиз поставил вот я погатался нормально она едет вообще без каких-либо проблем да и это автобус нехрен на автобусе гонять это лично мое мнение все на этом мира вам, добра удачи, друзья и конечно же до скорых встреч